Актриса Натали Вуд была из тех, про кого говорят, что все сокровища мира с детства лежат у ее ног. Но ни красота, ни талант, ни слава, ни богатство, ни любовь не принесли ей счастья. Ее отношения с супругом Робертом Вагнером стали для артистки гибельными. Роман звезд голливудского кино Натали Вуд и Роберта Вагнера с самых первых дней отдавал чем-то губительным. Наверное, Натали это понимала, но ни работа, ни материнство, ни объятие других мужчин не могли спасти ее от страсти к Роберту. Как будто какая-то мистическая сила влекла Вуд к этому мужчине. Незадолго до своей загадочной смерти Натали говорила разным людям о том, что ее мучает повторяющийся сон. Я нахожусь в черной воде и знаю, пришла моя гибель. Это правительское сновидение было особенно страшным из-за того, что звезда Голливуда не умела плавать. Ее настоящее имя было Наталья Захаренко. Будущая актриса родилась в 1938 году в семье иммигрантов из России. Мать ее была танцовщицей, отец художником. В семье росла еще младшая дочь Лена, которая также стала артисткой. Будущая профессия девочек ни у кого не вызвала сомнений. Малышки с детства были очень хороши собой и необычайно артистичны. Псевдоним Натали Вуд Наташа Захарченко дали на студии 20 век Fox. Девочка снималась с детства. Американский кинематограф и его зрители как будто возрослели вместе с прелестной, игривой и артистичной Натали. Впервые на съемочную площадку она вышла в пятилетнем возрасте. А в 9 лет Вуд снялась в культовой рождественской сказке «Чудо на 34 улице». Потом было еще множество ролей, в том числе роль Марии вецайцерской истории. После таких блестящих успехов девочка стала кормилицем семьи. Ее судьбу часто сравнивали с жизнью Элизабет Тейлор. Та тоже была прелестной артистичной девочкой. Начала сниматься в детстве, взрослела в Голливуде и вместе с ним. Ее как личность не в хорошую сторону изменил мир грез, в котором ей пришлось поселиться. Только Тейлор умерла пожилой женщиной, а Вуд прожила на свете всего 43 года. Как у большинства детей актеров, у Вуд не было настоящего детства. Поначалу быстрая слава пьянила и радовала девочку. На нее сыпались роли и комплименты как зрителей, так и критиков. Когда Натали исполнилось 10 лет, она увидела на съемочной площадке 80-летнего актера Роберта Вагнера. Пришла домой и сказала матери, что обязательно выйдет за него замуж. Как будто сама судьба угодливо предоставляла юному дарованию все, о чем она только мечтала. К 18 годам Натали превратилась во всеми признанную звезду-любимицу Америки. Взросление, как это порой бывает с актерами и детьми, внешне не испортило девушку. Окружающие с замиранием сердца любовались на стройную брюнетку с точенной фигурой и точенными же чертами очаровательного личика. Конечно, Роберт Вагнер не мог устоять перед такой красотой. Ко дню свадьбы с Вагнером в 1957 году 19-летняя Натали снялась уже в паре десятков картин. Фильмография жениха была не столь богата. Красивый парень, выросший в семье богатого управляющего металлургическим предприятием, пожелал стать актером главным образом из-за внешности, которой его щедро одарила природа. Вагнер всегда выглядел как идеальный мужественный американский герой. Широкие плечи, голубые глаза, квадратный подбородок. Фара выглядела неправдоподобно счастливой. Тем не менее, спустя четыре года Вагнер и Ук разошлись. Почему? По мнению одних, роковую роль сыграла измена Натали с другим голливудским красавчиком Уорреном Битти. Другие полагают, что Роберт был склонен к интимным отношениям с представителями своего пола. В любом случае, каждый из них воспринимал фабрику грез как место, где возможны самые запретные удовольствия и эксперименты. После развода Вуд как будто с цепи сорвалась. И с прежней, хорошенькой и талантливой девочке она превратилась в форменную фурию. Правда, зрителям актриса по-прежнему виделась существом чистым и прекрасным. Так что никакие скандалы и интриги не могли остановить режиссеров и продюсеров. Вуд активно предлагали роли и фильмы с ее участием неизменно собирали хорошую кассу. К концу 1960-х Натали Вуд, превратившаяся к тому моменту в королеву голливудских скандалов, решила несколько остепениться. В 1969 году она стала женой английского продюсера Рихарда Грексона и родила от него дочь Наташу. Но этот брак рухнул примерно через два года после свадьбы. По слухам, из-за измены супруга. Да, режиссеры по-прежнему не обходили актрису своим вниманием. Но к началу 70-х в ней и в ее жизни начало что-то меняться. Во-первых, тип внешности, к которому принадлежала Вуд, стала выходить из моды. Во-вторых, фигуристые брюнетки уступали место очень худым блондинкам с едва наметившимися формами. Во-вторых, Натали было уже за 30. Она безнадежно выросла из ролей юных героинь, но еще не годилась для того, чтобы играть мамочек. В-третьих, слова о попойках и скандалах, участницей которых стала Вуд, вышла далеко за пределы Голливуда. Наконец, в-четвертых, Натали оказалась патологической интриганткой. Она не раз добивалась увольнения тех, кто ей не нравился, или тех, кого она в чем-то нехорошем заподозривала. К 35 годам она превратилась в настоящую параноичку. Всех вокруг себя она обвиняла в кознях и изменах. Возможно, эту черту в ней развила страсть к спиртному. Можно предположить, что именно общая любовь к горячительным напиткам и вновь кинула Вагнера и Вуд в объятия друг к другу. В 1972 году они опять сошлись. Уже на свадьбе жених и невеста накачались спиртным до положения рис. Даже рождение общей дочери, Кортни Брук, не изменило супруга. В Голливуде поговаривали, Натали и Роберта тянет друг к другу какая-то дьявольская сила. На самом деле они не могли не быть вместе, не разлучиться. Вуд подозревала мужа в изменах, которые ей мерещились на каждом шагу. Вагнеру нельзя было даже любезно улыбнуться другой женщине. Жена сразу закатывала скандар. Их общий дом Натали буквально напичкала послушающими устройствами. Конец этой мучительной связи положила таинственная и ужасная гибель Натали Вуд. В конце ноября 1981 года супруги решили провести уикенд на собственной яхте. С собой они пригласили еще одного голливудского актера Кристофера Уокена. По слухам, ночь с пятницы на субботу Вуд провела именно с ним в прибрежном отеле. А взбешенный и полупьяный Вагнер один вернулся на яхту. В воскресенье утром рыбаки выловили труп женщины в короткой ночной рубашке, носках и куртке. Натали Вуд сразу опознали, она ведь все еще была любимицей Америки. Что произошло на яхте в ночь субботы на воскресенье? Согласно официальной версии, Вуд, выйдя ночью подышать на палубу, заметила, что отвязалась лодка. Пытаясь ее привязать, сильно выпившая актриса подскользнулась и свалилась за борт. Она не умела плавать и сразу пошла ко дну. Странный поступок для женщины, которая с детства страдала водобоязнью. Почему она не позвала на помощь никого из трех мужчин, которые были на борту? Но именно на таком ходе событий настаивал Вагнер. Почему-то следователи не обратили внимания на синяки и ссадины на теле актрисы, которые она вряд ли могла получить в результате падения за борт. От вскрытия тоже отказались. И все как будто не заметили, что жизнь артистки была застрахована на 13 миллионов долларов, которые в случае ее кончины должны были достаться Роберту Вагнеру. Сравнительно недавно капитан яхты признался, что в последнюю ночь жизни Натали он слышал звуки страшного скандала, который разгорелся между ней и ее мужем. Следствие даже возобновили, но Вагнера не смогли осудить за недостатком улик. Тем не менее, по версии капитана яхты, ссорящиеся супруги выскочили на палубу, и нетрезвый Роберт толкнул пьяную Натали так, что она упала за борт. Он отлично знал, что женщина не умела плавать. Роберт Вагнер через некоторое время после смерти Натали вступил в брак с молоденькой и хорошенькой актрисой. На какие-то либо вопросы, касающиеся гибели его жены, он наотрез отказывается отвечать по сей день. Статья подготовлена Марией Кониковой, публикуется в журнале «Загадки истории» номер 13 за 2015 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.